Еще одна проблема накрыла жителей Бодайбо. Если не с головой, то по колено уж точно. Речь идет о городских дорогах или, если быть точнее, не чищенных городских дорогах. Ситуация настолько серьезная, что пристальное внимание этому вопросу уделили сотрудники прокуратуры. Чтобы понять, что такие дороги это неправильно, не обязательно быть специалистом, глубина колеи на отдельных улицах превышает 30 сантиметров. В этом случае речь идет даже не об отсутствии удобства, а о пренебрежении вопросами безопасности. Доказательство тому статистика. Только с начала года в Бодайбо произошло 4 ДТП, причина которых – ненадлежащее состояние городских магистралей. Именно с такой формулировкой на стол главы местной администрации легло прокурорское представление. Увы, но в установленной законом сроки ситуация к лучшему не изменилась. Возможно, это произойдет сейчас. В результате вмешательства прокуратуры сотрудниками ГИБДД в отношении главы Бодайбинского городского поселения, в отношении индивидуального предпринимателя, исполнителя муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог, возбуждены дела в административных правонарушениях. Устранение нарушений законодательства и состояние автомобильных дорог на территории Бодайбинского городского поселения по-прежнему находится на контроле. Особый контроль за состоянием дорог сегодня необходим в большинстве населенных пунктов региона, причем как больших, так и маленьких. Для примера возьмем административный центр Аларского района, поселок Кутулек. Состояние сразу 16 дорог здесь признано неудовлетворительным. Конечно, такие громкие слова с потолка не берутся. Существует специальный ГОСТ, в котором черным по белому написано, что, как и в какие сроки, должны осуществляться уборка и вывоз снега. Причем не только с улиц, но и с внутридворовых проездов. С чем, кстати, в Кутулеке тоже не все гладко. В общем, к чему мы это? А к тому, что прокуратура уже обратилась в суд с иском, требует обязать местную администрацию выполнить необходимые работы в полном объеме. Ну и еще заплатить штраф, если, конечно, Фемида примет во внимание все аргументы надзорного ведомства. А такое вполне реально. Яркий тому пример ситуация в Ангарске. 8 февраля суд полностью удовлетворил иск прокуратуры к администрации. И мэрию заставили провести полную очистку от снега 57 участков на улицах города нефтехимиков.